Для нашего тренинга интересен не только сам тренинг, но и сопровождающий его программу. Она очень богата и интересна не только для взрослых, но и для детей, чьи потрясающие интересные отзывы только что прозвучали. Приезжать сюда с детьми просто замечательно. То есть детям так вот после 10 лет, например, а может быть и меньше даже. В прошлом году, например, 7-летний парень приезжал здесь раздолье разгуляться, здесь совершенно безопасно, здесь очень хорошо. И для взрослых это богатая экскурсионная программа. Во-первых, здесь недалеко находится село Верхний Уймон, где есть два абсолютно замечательных музея, музей Рериха, который строили, потому что Рерих Николай Константинович с семьей со своей экспедицией в 1926 году сюда приезжал. Он рисовал здесь картины и вообще предсказывал этому месту огромное будущее. И это начинает постепенно сбываться. И также очень интересный музей старобрядчества, старобрядческой культуры, потому что Верхний Уймон традиционно еще с 19 века был центром пересечения староверов. А староверы много путешествовали по стране. И здесь есть также очень яркие такие места, куда можно выезжать. Это Красная Горка, например, ну туда нужно ехать на машине. Это Башталинское озеро, там каскад озер очень интересных, с плато таким красивым. И это Мультинское озеро, куда вот наша группа совершила путешествие вчера. Это одни из самых красивых озер на Алтае. Чуть подальше отсюда, на расстоянии более 50 километров, находится священная гора Алтая. Белуха, 4 тысячи километров, 506 метров. И это гора, ну вот туда раньше водил людей Юрий Михайлович, они останавливались в предгорьях Белухи и совершали восхождение радиальное на несколько тысяч километров на нее. Но не до самой вершины, потому что это уже сложный альпинистский путь. Здесь вы можете найти массу интересных людей, просто вот встретить их на улице в Усть-Коксе. И мы с моим отцом Юрием Михайловичем знаем многих людей, живущих здесь. И мы для тех, кто сюда приезжает, мы иногда устраиваем такие встречи с интересными людьми. Я иногда здесь встречаю людей чаще, чем в Москве, например. То есть раз в год встречаюсь здесь, а в Москве иногда там по три года не видимся. Да, я почти точно знаю, что кого-то да я встречу. Потому что все, кто интересуется духовным миром, кто интересуется действительно экстримовым путешествием, кому близки идея Востока, они сюда ездят. К сожалению, из Москвы люди не очень понимают значение этого уникальнейшего места. Они ездят сюда реже, предпочитая Турцию или Вазурный берег. Турция, конечно, и Вазурный берег хороша, но, как говорится в одной песне, не нужен нам берег турецкий. Есть родная земля, Алтай – это родная земля, это очень древняя земля. Сюда находили, согласно легендам, и Будда, и Зараастр. И она насыщена вот этими древними сакральными токами. По площади это огромное пространство. Здесь несколько европейских государств может разместиться. Вы даже не представляете, в Ивонской долине это тысячи километров, это 50 километров в длину и 20 километров в ширину. Здесь даже пропутешествовать на ней – это несколько месяцев. Надо только увидеть и понять это. Поэтому места уникальные. Жал, говорю, что, скажем, жители европейской территории России ее не очень хорошо знают, хотя прекрасно знают жители Новосибирской, жители Барнаула, жители Томской, жители Омской, Екатеринбурга, Красноярска и соответствующих областей. Здесь места, превосходящие красотой любую европейскую страну. Я видел и Пиренеи, я видел и Альпы, видел и Кавказ, видел Гималайи. Но вот сравниться с красотой, по красоте с Алтаем, я думаю, что ни одна из этих местностей, ни один из этих горных хребтов не может, не уваляя их несомненных достоинств. Поэтому вот каждый раз мы в течение года с трепетом ждем вообще вот этого ощущения, встречи с Алтаем. И, наконец, когда это сбывается, это огромная радость, запоминающаяся на весь год. Перефразируя слова Хемингуэя, которые говорили о Париже, эти слова, я скажу, что Алтай и Уймонская долина – это праздник, который всегда с тобой. И мы очень бы хотели этим праздником поделиться со всеми остальными людьми. Продолжение следует...